здрасте доброе утро четверг 26 августа юшкова ильюшкова короче между ноги на этой селятины и минкой 8 утра смотрите какие у нас обновочки спасибо пламенный привет руслан с конья ногинск покорнейше благодарим за такие ништяки прям почти одели но еще что есть и это еще не все ну во первых точно такая же байка по владимировичу только размером вот два вот таких брелочка шикарных в 8 правда у нас не в 8 но ничего надо сюда на ключики наверно не повесишь она будет день 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 ляпать применение мы им найдем их два штуки таких вчера вечером руслан подъезжал уже поздно было ничего не снимали 2 такие кружечки тоже подарок с коней какая даже с этим то есть можно закрыть открыть туда-сюда ну как это еще ладно красивая все вот это вообще огонь а вы 8 кофеек пить прямо и и часы поставим будем пользоваться прала кепка только одна больше не было вот руслан с коней ногинск мы вас любим спасибо вам а мы у новых так сказать в обновочках сейчас будем уже выезжать заправка трасса там таманцы сегодня ночью не шумели было тихо все к 9 у нас написано 9 до 12 погрузка здесь в одинцово сейчас приберем здесь марафет наведем будем трогать сейчас 8 как раз пока доедем по утричным пробкам как раз 9 мы туда и приедем машка хотела чтобы мы с отскада заехали по яндексу посмотрел нужно и один заехать здесь не совсем рядышком у нас получается через один километр пятьсот метров съезд часто канала развернуться и вот здесь прямо вот наши железнодорожная вот она с левой стороны ухо с час и нам буквально здесь он сразу же и грузится недалеко машинки откуда выезжают нам туда я нормально сейчас мы здесь развернемся как раз тут нырнем пробочка но ничего машку обновить надо она уже такая устоевшая она вот этих всех новых развязок не знают здесь еще все что тут нового понастроили съезд поверните направо приходится яндексом пользоваться через 200 метров держитесь левее держитесь левее правее на железнодорожную плясу и буквально вот съезжаем полтора километра и мы на месте через 300 метров после восстанта держитесь правее на железнодорожную плясу вот нам куда и надо какой-то металл будем грузить что там за металл что-то длинное написано по заявке вроде 12 12 метров что-то по длине через 700 метров перепроложить выполните разворот там где это разрешено так стоять там не сюда там дальше сюда это куда надо не туда куда нам надо на следующем повороте поверните направо и в общем то вот здесь только нам не слегка нужно потолкаться готовьтесь и быть через 500 метров ну видите тут машинки то стоят но мы правильно сделали что сюда не поехали как стоять вдоль дороги тоже не вариант получается мне вот сюда налево дорожная 38 куда мазик пошел у него у меня один что кучу машине все за металлом на здесь поставим пойдем уточним сюда ли нам сюда ли нам и сюда походу в принципе а что уточнить то что описывать правда надо пойду спрашиваю короче постояли мы тут часочек вот усилие пока здесь не было данных на нас не было данных на нас какого-то нам железо тут накидают железо 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 видите сколько железо наверно у тех он палок набросают 20 тонн надо пойти у коллег спросить они тоже в очереди что мне сказал девчонка забила искание становиться на погрузку а ну а он тоже туда еще время уже пол двенадцатого вот мы следующие на погрузку вот да вот это вот железо нам будут грузить походу вот такие вот смотрел 1 2 3 4 5 6 7 8 где-то 10 11 штук в пачке наверно пять пачек будет таких вот двадцатка тонн короче потащим и вот такой вот металлолом еще машинка подъехала и сзади он стоит коллега ну вот мы следующий сейчас обед не начнется конечно 12 часов вот 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 это железо нам и грузит вот 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 в вот вот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если бы еще вот так как они в два ряда лежат, куда не шло. А вот эта верхняя, это просто полная жесть. Плюс они вот это закинули, а потом оказывается еще одну забыли, догружали. Вот как это все сейчас урезать? При резком торможении, не дай бог, вот это все железо так и поедет туда, в кабину. И ни хрена его не удержит. Не, сейчас мы конечно это все ремнями опять все свяжем, увяжем. Здесь надо вязать все что есть по максимуму, ничего не жалея. Но мне не нравится этот груз. Очень такой он проблематичный. Потому что эта пачка еще и не связанная. А везти-то в черту на куличке. Эти-то еще хоть как-то связаны. Хотя, но эта связка между собой, это тоже, это все, туфта полная. А это... Вот так. Груз плохой, мне очень не нравится. Особенно вот эта вот верхняя. Я вам говорю, вот эти железяки, они при резком торможении, они... Ну что, будем пробовать что-то колдовать. Лучше полдня потерять, потом спокойно ехать. Хотя с этим грузом спокойно все равно не получится. Ну что, как вы думаете? Доедет? Нет. Не все пускал через верх. Штук девять, наверное. Нижние пачки две стянул. Тут на прокладках, тут нет. То нижние, то через верх. Не понял. Что-то такая свободная. Тянем сейчас. Просто верхними ужал. Эти пришлось задирать. Замки надо вверх, потому что если их туда загнуть, мешать будут тент торчать. Упираться в тент. Ну и тут спереди, не знаю. Конечно, если это все счастье решит поехать вперед, вот это вот все, ничего это не удержит. Так, для собственного успокоения. Не хотелось бы, да? Будем вести, стараться аккуратно ехать. Не совершать резких телодвижений. Не совершать резких телодвижений. Вон на КАМАЗике. Вон на КАМАЗике. Тоже туда загрузился. Вон стоит КАМАЗ. Только что загрузился. Подходит и говорит, ну с таким количеством ремней можно не бояться ехать спокойно. Я говорю, с таким грузом спокойно ехать ты не будешь. Все равно бы надо знать, что с ним нельзя совершать резких движений. Говорит, у меня всего восемь. Ну тут я не знаю. Конечно, на такой груз и восемь ремней это стрёмно. Честное слово. Я бы, не знаю, я бы... Ну, во всяком случае я бы сказал, что я не поеду или что, потому что... Ну это... Ну если они поедут, то могут и выехать, и вместе с кабиной туда куда-нибудь ехать. Или тебя оденут как на шампур. И вперед. И поедешь. Как шашлык. Все, ладно. Не будь зимогрустным. Так. А, вот это. Пойду за перчатками. Зачехляемся. Опа. Пришлось. Ну, это надо. Шторная романтика. Без этого никуда. Зато движение. Был бы на рейфе, да, вот уже бы. Закрылся бы, поехал. А здесь... Для фигуры полезно. Вон, коллега, что у него за номера? А, московские тоже. У меня, говорит... Я, говорит, смотрел, говорит, у меня там две дороги. Сразу через Братск, а можно, говорит, дальше. Я говорю, родной, у тебя там только одна дорога. И туда Уськута. Это Тулум, Братск-Уськут. Не вздумаю, говорю, через Тайшет на Братск ехать. Ну, а после Уськута у нас остается направление, по которому еще можно ездить. Если ты хочешь поехать, там можно как бы до Уськута, до Иркутска дойти, и потом... Я не помню там как. Ну, в общем, напрямки. Вот там точно направление. Там нам точно делать нечем. Хорош ляться точить. Зачехляемся и поехали. Да, выезды здесь тоже. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. Оставляют желать лучшего. С этой металлобазой. Ой, 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 ой. На следующем повороте направо. В общем, у нас загружено 20 тонн. О, чего загружено, вы сами видели. Ориентировочно. Ну, тут у меня 5 450 показывает. Ну, тут по прямой. Я думаю, у нас будет больше. Мы пойдем по М5. Туда, по пятерке. На пятерке нам нужно... Будем заезжать все-таки решать вопрос с автономкой. Потому что она напрочь отказывается работать. По осям, конечно, для зимы было бы загружено не очень. 8 на вторую. То есть можно было бы еще сантиметров на 30-50. Дальше. Ближе к борту. Ну, для данной погоды, для данного времени года, нормальная загрузка. 8 тонн на вторую, 20 на телегу, 20 с половиной. Я вообще показываю, что моя наша 21 загружена. Короче, пождем мы там немного солярки. По этим хребтам. Ну, с другой стороны, да, вот люблю я дальние рейсы. И чем хорошо? Да, загрузка проблемная, короче. Что-то... Не дают разговаривать. Приходится повязаться там, туда-сюда. Но фишка в чем? Уже наконец-то ты увязался. Все. И теперь на недельку, дай бог, можно забыть про все эти... Что у нас там? То есть про рабочую одежду, про это все. Не надо, туда еще надо. Вот представьте, завтра, допустим, выгружаться. Или в лучшем случае, послезавтра. Выгрузиться, потом опять что-нибудь похожее загрузить. Вот это вот, конечно, на короткие расстояния с такими грузами. Поэтому вот по месту многие возят неувязывающие. Тишин их наувязывает каждый день. Вот, например, ему надо перевезти, допустим, этот металл тут за 50 километров, за 100 отсюда. И так каждый день. Тишин его наувязывается. А ему за сегодня надо его загрузиться, и сегодня же разгрузится. Поэтому они едут неувязывая, а потом кабины срезают, и так далее, и тому подобное. Не будем огрызывать. Надеюсь, 15 этапов. Все у нас будет хорошо. С такой увязкой никуда оно не денется. Ну и плюс будем... Мы и так как бы не носимся. Но можно там сборки иногда там 100, 110, отпустить. Сейчас опускать не буду с горы. Буду все время держать ее. Надо максимально избежать экстренных торможений. Ну а сейчас 107-я, подскат, до М5. И все, до М5. Пойдем уже по М5 через... Хотя... 107-я, а потом... Не, уже пойдем подскату до М5. Уже по М5 поедем уже через Рязань. Допустим, он по Льву. Затонированный он наглухо. Сейчас обгонит. Нет, не хочет обгонять. Но затонированный... Это, наверное, какие-нибудь... Сейчас скажу, что тут. А, вообще не пойму, какие номера. А, вот, свернуть. У кого есть тут из-за тонирования? Вообще, не будет ничего. Дикольно. Вообще, меня никто не трогает. За легковые тебе нельзя же тонировать, знаю. Потому что, что, я кем можно разломать. Так, сейчас нам... Слушай, ты взялся тут, там... Голос просто... Это сам, вроде. Сейчас нам главное не пролететь, это... На 107-ю съезд. А то, как разавчера поедем. Разворачиваться непонятно куда. Так, ну, давайте смотреть. Колицын из Венигород. Нам туда не надо. Вот желтенький значочек. Схема въезда А. Ну, и по-моему, тогда ее не было. Или она была? Все. Теперь все понятно. Ну, натупил я тогда. Да, ну, и что, бывает? Ну, что? Повороты тоже желательно входить. Нежно и аккуратно. В общем, везем такое ощущение, что не железо, а... А, что мы там говорим? Хрусталь. Вот. Думаю, это же надо тут так накрутиться, а... Я вам скажу, что... С развязками кое-где... Восковской области... Ты, блин, что вы... Перемудрили. Я думал, в Польше там... Поляки там накрутили-навертели. Здесь тоже, да, вот смотрите. Чего нельзя здесь на право сразу вот сделать, вот куда нам надо, да, вот сейчас в ту сторону. Нельзя сделать, надо вот такие круголя рисовать, чтобы сейчас поехать в сторону этого. Ну, туда, короче, на восток. Ну, туда, короче, на восток. Не, вот сейчас мы тут катаемся. И вот видите, цкат, да? Вот этот момент тут тоже, что, вот, звенигород. Ой, Голицынский. И вот это ж все вот пацаны на переезде ставят. Получается, вот... Цкат закольцевали, а вот видите, что впереди? А на переезде машины стоят. Здесь тут... Я думаю, они обведут, наверное, когда-нибудь, хотя... Или мост какой построят, но... Типа цкат сделали. А в переезд все равно упираешься. Парни, терпение, терпение. Иногда он открывается, этот переезд. Ну, в нашем направлении, может быть, тут сейчас чуть-чуть потолкаемся на светофорах. И то, если без аварии, то должно быть некритично. Готовьтесь к нам, к повороту через 800 метров. Не-не-не-не-не-не-не. В Москву мы не поедем. Нам в Москву невольно. Невольно нам машинчик, невольно. Да, вот куча дел у нас, видите, вот с этим сменой номеров. Столько всего вот... Навалилось. Геморройного. Ну, теперь мы уже московские. Мы тут были подмосковские. Все. Можно вот так пальцы делать. Кто делал вот так, сейчас вот так. Все, ай, дом-то туда. Ну, ладно, еще как бы... Очень сильно еще не успел соскучиться. Да и это... Прежь... Финансово... Финансово-бюджет семейном Грузии пробита конкретная, поэтому надо срочно ехать латать. Ну что, в добрый путь покатили мы. В восток дело тонкое. Север... Не, не север, Сибирь. Посмотрим, может мы там чего болтаем, может мы с какого Уську-то там, с какого Братска. Может еще восточнее загрузимся? Почему нет? Куда-нибудь в Владивосток. Например, есть у меня голубая мечта. Владивосток, Сахалин, ну и Магадан. Ну, Магадан, конечно, уже все в этом году. Однозначно не поедем. Потому что туда приехать, а потом зимы ждать, чтобы назад вернуться. Нет, вряд нас не устраивает. Сейчас там дожди пойдут, осенние там, потом первый снег, все это раскиснет. И там нам, нынче нам там ловить нечего. Ждем следующего лета. Субтитры сделал DimaTorzok